Добрый вечер! С вами Павел Шулько, программа «15 минут до завтра». Мои сегодняшние гости зачастую вы видите в компании двух больших мужчин. К нам она пришла одна. Встречайте, Алена Винницкая. Здравствуйте, Паша. Доброй ночи. Привет, Алена Винницкая, садись. Как тебе получается быть такой красивой? Расскажи, пожалуйста. Ну, это хороший гример должен быть. Да ладно, гример. Хорошая косметика. Я понимаю, грим тут, а вот остальное все. Грим уже с ней делаешь. Ну, это уже, да, это уже надо работать над этим. А как ты работаешь? Спорт каждый день? Ну, увы, нет. Я бы с удовольствием спорт каждый день. Но хотя бы, идеальный вариант три раза в неделю. Кстати, если я не ошибаюсь, мы с тобой даже ходили как-то в один спортзал. В один клуб, ну, твоего мужа я сейчас-то там вижу, он там бегает, там, 40 минут, сбрасывает в леса все. Да. Это ты его погнала? Он мне сказал, это, говорит, не Алена погнала в зол. Нет, это он сам, может быть, там какой-то подвох есть, я не знаю. Он там, было дело, он сбросил там каких-то килограмм 15. Больше. Больше, да? 20, даже с чем-то. Ну, это явно ради тебя все делает, да? Я надеюсь на это. Хочется в это верить. Хочется в это верить. Поговорим, например, о музыке, да? Да. Вот сейчас у нас в Украине много музыки настоящей, которые ты можешь сказать, есть у нас музыка, есть что послушать. Или такое. Ну, надо разобраться, что значит настоящая музыка. А что такое для тебя настоящая музыка? Я думаю, это музыка, которая сделана с душой. То есть, если человек это делает, ну, понятно, что все хотят заработать. Это, безусловно, это и есть шоу-бизнес. Не может быть просто музыка, за которую никто не платит. И музыка, которая никому не интересна. Но я уже давно перестала делить, там, ставить какие-то грани. Например, это попса, там, вот, рок это классно, попса это плохо. Музыка должна существовать вообще в любой форме. А ты как-то свой жанр описываешь? У тебя есть определение в твоем понятии? Ну, мой жанр, ну, как мне кажется, это поп-рок, поскольку он достаточно такой эластичный. Где-то можно поддать какого-то драйва, это уже будет ближе к року. Где-то какой-то лирики. Это ближе к попе? Да, к попе ближе, да. Поэтому я себя очень комфортно чувствую. Сухо и комфортно. Какой самый большой комплимент тебе в творчестве говорили? Вот от которого прямо аж так теряешься, аж губы судорогой сводят, чтобы ответить что-то. Ну, это, конечно, когда хвалят песню. Тебе не говорилось, что ты потрясающе выглядишь в клипах? Вот недавно... Хочешь бы сказать о том. Недавно тоже был для меня очень большой комплимент. Вышла моя новая песня. Я думаю, что ты ее слышал уже. Называется «Не плач, детка», где перечислено 13 женских имен. То есть все начинается Аленочка «Не плач, детка» и заканчивается в конце, значит, 13 женских имен. И... Почему 13 именно, кстати? Позвонила одна известная, тоже украинская артистка, и сказала, я так ждала вообще свое имя, и оно не прозвучало. Гайтана, что ли? Нет, Гайтана там есть как раз, да. Гайтана как раз есть. Вот не назвали там еще массу других женских имен. Мне было это приятно. Для меня это был комплимент, что человек вот ждал, ему понравилась песня, и что она ее зацепила по-женски. Ну, вот комплимент, да. Ира Билок, нет? Это была Женя Власова. Женя Власова. Да, и поэтому мы с Гайтаной... Евгения сложно спеть, наверное. Женечка, возможно, можно спеть Женечка. Вот мы с Гайтаночкой обсуждали эту тему и решили, что надо обязательно сделать еще один трек и допеть туда уже все имена. То есть мы не спели Жанночку, там, Русланочку, не спели, ну, масса еще женских имен. И я вижу некий скрытый смысл песен. О, ты что! Да. И у тебя, например, я нашел в одной песне скрытый смысл песен. И у некоторых других наших артистов хочу поделиться. Вот, например, у тебя есть одна замечательная песня, песня подводника, которая работает на подводной лодке. Знаешь, у тебя есть такая песня? Вот, смотри. Встану у окна, за окном вода, снова закурю, вспомню, что нельзя. Отлично. Например, у Славика Вагарчука есть замечательная песня, песня будущего отца. Что ж ты я, что ж ты я не сумел, зуберитесь отчасно, все ясно. А, например, твой коллега по рок-цеху Валера Харчишин как-то написал песню «Неудачника в сексе». Ох, боже! Слыви до завтра, справа я в мальчиках. То есть, например, Тина Кароль как-то написала замечательную песню про батарею. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слушай, я знаю, о чем вы поете. Маленька, когда ты начинала свое творчество, я вот, кстати, недавно удивился, вроде тебя давно знаю, ну, так, как это, глубоко в тебе не копался. Слава Богу! У тебя группа была, мне потрясло название, «Последний единорог». Да, это первый коллектив, «Ласт Уникорн» вообще он назывался, английская версия. Ну да, «Ласт Уникорн» звучит симпатичнее. Безусловно. А по-русски тоже называли «Последний единорог», да? Нет, нет, не называли, да. И что эта группа играла? Ну, это, естественно, был такой «Лайтс-рок». Вот, мы были юными, очень самонадеянными. Своё пели или перепевали? Мы пели только своё, я была автором-исполнителем. А помнишь какие-то песни с тех времен, нет? Я помню, у меня есть диск. А ты что? У меня есть диск, который мне страшно кому-то поставить, поскольку там песни прекрасные, но английский, вот если это просто поставить, этот английский, вот, я не знаю, это нужно сильно напиться, чтобы кому-то поставить. Мы были такими местечковыми звёздами, поскольку мы репетировали в нашем центральном госпитале на Печерске, вот, за базу репетиционную. Нам нужно было один раз в месяц давать концерты для больных военных, вот, поэтому там, вот, на территории этого госпиталя мы были звёзды, нас знали, к нам подходили, просили какие-то треки, ребята, вы можете... А сейчас не хочется съездить в тот госпиталь и спеть что-то? Вот, кстати, хорошая идея, только придётся достать все эти записи, всё сделать по-новому. Не хочется спеть что-то новое, просто иногда, знаешь, мне кажется, иногда вот, что-то исполнить или выступить, или сделать. Вот я, например, бы, наверное, когда-нибудь с удовольствием бы провёл что-нибудь в своей школе. Столько всего было связано, вот эти все стены, ну, наверное, такая рубрика «Ностальжия в голове» сильно срабатывает, правда? Тебе не было хорошо, вот, когда ты была телеведущей? Мне было неплохо, скажем так. Но в это ты не хочешь возвращаться, да? Нет, я с удовольствием, это по-прежнему остаётся, наверное, ещё одна моя профессия, вот. Не предлагают, да. Ну, есть какие-то определённые предложения, там, но они все на уровне, опять же, вот без ТВ, то есть, там, вести какую-то двадцатку или ещё что-то. Ну, понятно, уже выросла, у меня есть определённый опыт жизни. Но ты была вообще, по-моему, одним из самых первых «Виджеев», как это правильно называется? Это да, да, не только я, целая наша команда, вот, все ребята, которые работали тогда на без ТВ, вот, это было что-то новое, такое необыкновенное, и было ощущение свободы, нас никто не контролировал. Сейчас такого нет, сейчас вот форматом задушено очень много передач. Хочешь кого-то из артистов наших обозвать, пожалуйста, у нас можно. Нет, ну что ты, я не могу опускаться до таких. А тебе, да, не хочется, вот, ну, есть же ж тебе, наверное, кто-то, кто тебе абсолютно не нравится, и там... Ты знаешь, вот, ты не поверишь, нету. Нету? Нет. У меня такой вопрос, я давно тебе хотел его задать. Ты когда выступаешь в Виннице, в городе, какая-то есть особое ощущение, реакция людей, там, какая-то связь? Ну, есть, да, есть, ещё есть особый момент, вот, почему-то, ну, почему-то, смешной вопрос, почему. На День города приглашают меня, вот, и я выступаю на площади, на День города. Алена Винницкая, День города Винницкая. Оля Сумская, по-моему, ведёт все мероприятия в городе Сумы, тебе не кажется? Это неплохо, это так уже до конца дней своя копейка будет. Слушай, ты как-то сказала, что ты не любишь караоке, да, вообще? Да, нет, не люблю. А почему? Ну, не знаю, почему. А твои песни поют в караоке, я уверен? Поют, да. Какие-то делали, а ты исследования, или, может, твои менеджеры наблюдали? Ну, исследования я не делала, но точно знаю, что поют. Либо мне об этом говорят мои друзья, знакомые, либо я сама иногда с этим сталкиваюсь. И мы взяли одну твою песню, очень известную, которую обожает вся страна, «Измученное сердце», у неё второе название, да, «Знаешь, я жива», там она у тебя и так, и так позиционируется. Мы немножко её переосмыслили, и хотели бы тебя попросить её спеть. О, Боже, это был бы не Паша. Караоке-микрофон. Ты попала в караоке-бар. 15 минут до завтра. Присаживайся. Видишь вон, видишь вон халва, Сердце моё бьётся, Слюнка сильно льётся, Не остыл ещё Компут. Завтрак для меня Красиво. О, это превосходно. Боже. И обед удобно. А-а-а, на плите стоит. Боже, это правило моего мужа. А внутри меня Метр два забора. Что это? Пёс израильский. Груши, помидоры. Ай, Паша. Смученный желудок не порвётся, В моей руке и вилке в нёх не мёдся. Любимый в кусте в тель во мне проснётся, Забытым чувством сыптости. Измученный желудок не порвётся, В моей руке и вилке вновь не мёдся. Любимый в кусте в тель во мне проснётся, Забытым чувством сыптости. Красиво. Красиво. А знаешь что? Знаешь что, Аленчик, самое, наверное, страшное, это когда теперь у тебя будет комплекс, когда ты будешь исполнять эту песню на площадке где-то. Теперь, Паша, я буду тебя бояться ещё больше. Я знаю, что ты заядлая интернетщица. Ну, как? Заядлая я? Сейчас мы тут провели работу. Я сейчас лёгким движением руки. Значит, ВКонтакте у Алены Винницкой новости о Алене Винницкой. Интернет-новости. ВКонтакте у Алены Винницкой 112 тёзок, из них 31 клон. В одноклассниках 83 тёзки и 5 клонов. В фейсбук 17 тёзок, из них 4 клона. Ты знала об этом? Я знала только об одном клоне на одноклассниках. Но я не знала, что их так много. А что ты пишешь обычно на фейсбуках и на всём? Для чего тебе это? Ты хочешь чувствовать реакцию людей? Ну, во-первых, мир развивается очень быстро. Ты же знаешь технологии. И просто оставаться где-то за стенкой и на это не реагировать, это неправильно. Тем более человеку публичному. Ты, как-то я прочитал, относительно суеверный человек, оказывается, на деньгах автографы не даёшь, там ещё какие-то у тебя есть суеверия, да? Ты суеверная, действительно? Ну, есть какие-то моменты. Я не фанатично суеверна. А какие у тебя основные фишки суеверия твоей? Ну, я действительно не даю на деньгах автографы. Это вообще такое поверье вообще всех артистов. И, по-моему, оно имеет какие-то корни ещё с советских времён. Потому что денег не будет, ни в коем случае, там что-то нельзя. Потом я очень не люблю возвращаться домой. Если я уже вышла из дому, и мне нужно вернуться, вот, обязательно должно что-то произойти. Ну, не приходишь домой, там, смотри, в зеркало, там... Да, да, смотри, в зеркало, всё равно происходит. Всё равно происходит, всё так. Всё равно происходит, всё равно не помогает. Есть ещё... Я для тебя сделал небольшую подборочку у некоторых звёзд, которые имеют свои суеверия. Вот, например, Николь Кидман... Такие более яркие, наверное, или более шизанутые, что ли. Николь Кидман носит с собой дерево. Вот. Как только у неё возникают плохие мысли, она старается по нему стучать постоянно. Ну, понятно, что она не этот шмат носит. Но у неё, например, как минимум, с собой есть деревянный брелок, по которому она так, знаешь? Может, тебе тоже завести, знаешь? Мне надо какой-то колокольчик для отпугивания духов злых. А вот, например, Камерон Диас, она не носит брелок, она просто стучит себе по голове вместо дерева. Вот. Ну, наверное, можете себе это позволить. Патрисия Касс много лет возит с собой игрушечного медвежонка. И перед выступлением она ему что-то шепчет на ухо. Я думаю, что это не только суеверие, это уже какая-то там... То есть, шизофрения, она... Какая-то стадия. Ну, конечно, круче всего футболисты. То есть, артисты ещё не так. Вот, например, Лоран Блан перед каждым матчем целовал Бортеза и доцеловал его до того, что они выиграли тогда чемпионат мира. Всё, благодаря за поцелуй. Об этом реально серьёзно писали во французской прессе. Йохан Круев, известный голландский футболист, всегда приклеивал перед матчем жвачку к своей штанге, своих ворот. Вот. И вот в один матч, в самый важный, в один из самых важных финальном против Милана он не приклеил, и команда проиграла 4-1. И верь потом. Вот, да, да. После этого суеверие. А Андрей Аршавин, известный российский футболист, он перед матчем вообще не разговаривает с женой. Боже, класс какой. Нужно. Представляешь, ты так идёшь на концерт с мужем, говоришь, так, всё, я с тобой не говорю. Серёженька, завтра у нас концерт, так что сегодня до 12 мы давай всё обсудим, потому что завтра мы не разговариваем. А то семье главный. Ну, конечно, большой, естественно. Он, да? Да. Но когда выходишь на сцену, ты понимаешь, это мой момент, я главное, да? Да, есть отдушина, где можно оторваться, и уже там, там уж я, конечно. А когда в коллективе творчество идёт, ты пишешь песни, вы общаетесь, то есть ты больше творческую линию гнёшь, что вот не власть, я так сказала, так будет. Вот за кем финальное слово? Ну, да, я больше стараюсь здесь, конечно, проявить свой характер, вот. Хотя я ему бесспорно доверяю, и если он даёт мне какой-то совет, и говорит, что нет, лучше как бы сделать так, то я могу к этому прислушаться и принять его совет, но в целом, конечно, мы постоянно ругаемся. Ты знаешь, Алёнчик, я вот специально для общения с тобой мы сделали один опрос интересный, мы сделали опрос очень большой, значит, людей, которые в браке более 10 лет. Вот, ну, то есть подобное вам. Вот, и решили спросить, что больше, решили спросить женщин, что больше всего бесит женщин в мужчинах. На пятом месте оказалось, когда мужчина капает маслом на пол и растирает ногой, чтобы никто не... Твой благоверный делает такие штуки там, нет, там... Нет, не делаю. Знаешь, там, козявку из носа и задевает. Нет, так как. Конечно, я понимаю, о чём идёт речь, да, когда люди долго вместе живут, они уже настолько раскрепощаются, что уже не надо там следить за собой, но я всё как горшун. Не даёшь ему, да. Хорошо. Четвёртая позиция, когда мужчина почёсывает прилюдно свои интимные места. Что значит прилюдно? Прилюдно – это при жене? Не, ну при... А при тебе делает, да? Ну, он, наверное, имеет право... Ну, хорошо, да, признаюсь, делает, да, он не стесняется. Не стесняется. А прилюдно контролирует тебя? Ну, не бывает у него дурная пить? Ты ему не делаешь замечание там? Ты вообще при людях. Тем более, не забывай вообще, что ты большой, и у тебя это виднее, чем у других. Не-не, он контролируется. Третье. Когда мужчина оставляет брызги пены от бритья на зеркале в мае. Да, это всех раздражает. Не бесит, но раздражает. Но зато он нашёл выход из положения. Вот, он накупил огромное количество очень дорогих и хороших моющих средств. Вот. И сам моет? Причём сделал это сам, это было как подарок, что, мол, дорогая, видишь, тебе ничего не надо делать, только пиши песни и выступи. Так, на второй позиции у нас, когда мужчина разбрасывает носки по комнате. Ну, от этого никуда, наверное, да? Ну, это даже... Это уже просто... За эти годы, больше 15 лет у вас, уже, наверное, атрофировалось. Уже даже... Даже не реагируешь. Это даже уже можно вычеркнуть. Это как зубы почистить, да? Ну и... Лэйвизунжелман, number one в нашем рейтинге, когда мужчина не опускает стульчак в туалете. Ну, бывает. Опускает? Иногда. У меня, например, жена лет пять приучивала, я тебе сейчас расскажу. Ну, у мужиков дурацкая привычка. Ну, зачем опускать, когда, как бы, ну, так же ж удобнее. Ну, в доме же есть и девочки. Да, ну, в доме есть и девочки. Вот, когда это вы уже настолько... Я даже, знаешь, что понимаю, когда, например, уезжаю в командировку, да, где-нибудь в гостинице, ну, и делаю это дело, и опускаю стульчак и горжусь собой. Знаешь, оно такое... Думаю, вот жена как воспитала, да? Я думаю, что каждая женщина борется со своим мужчиной за стульчак, вот, чтобы он все-таки его опускал. И каждый мужчина держит эту мысль в голове, но из вредности иногда все-таки этого не делает. То есть это как кот, который должен пописать в тапок того, кто его обидел. Ну, сравнила, спасибо. Как-то в одном интервью ты сказала, что ты очень хочешь быть стервой. Ну, я и есть стерва, конечно. Только я так хорошо маскируюсь. Вот. Под пушистую белую семейную. А почему ты сказала, что... Нет, я, конечно, да. Есть такие стервы. Стервы больше достигают или что? У них больше получается? Ну, наверное, да. Чего-то больше добиваются. Мы решили, знаешь, спросить у людей на улице, у пересеченных, как говорят, громадян. Их советы, как Алене Винницкой, стать стервой. Вот. Вот, что тебе посоветовали. О, Боже. Я думаю, договориться с супругом надо. Она же будет стерва для общественности, не для него. Мне кажется, что она и есть стерва. Я даже не думаю, что ей нужны советы. Убийство. У нас стерва абсолютно не Катя. Пусть обратится к Юрии Билы. Придти на какую-то вечеринку и сказать в телекамеру Сережа Зверев плохой. Конечно, завести роман со всеми участниками ее группы. Родитель ребенка от женатого мужчины. Она не станет стервой. Потому что она очень добрая. У нее слишком душевные песни. Мне очень понравилось. Правда, спасибо, Паш, за этот опрос. Это людям спасибо, это они отвечают. Потому что во мне выживается и то, и другое. И те люди, которые знают меня достаточно долго, они иногда удивляются так, что Винницкая, что это с ней. Вот. То есть происходит какой-то тумблер, щелчок, и я перехожу в состояние стервы. У тебя тумблер, у тебя не тумблер, у тебя глаза. Вот смотри. Вот у тебя глаза очень необычные. Они у тебя большие, красивые, такого цвета, что ли, глубоко янтарного. И вот, когда ты улыбаешься и все, да, вот ты такая прелесть и все. Но только вот у тебя, знаешь, ты сразу вот можешь это. И мне кажется, в один момент ты можешь так улыбаться, потом взять и сказать, пошел вон отсюда. И ты тогда так скажешь, что реально мне придется уйти. Понимаешь? То есть придется поверить. У тебя вот такой экипаж. Есть. Есть такое, да? Аленчик, ты когда-то, вообще не когда-то, я знаю, ты любишь вообще кино. Любишь кино. Ну, да. Мы даже знаем твои любимые фильмы там, насмотрелись. А кроме того, ты мечтаешь там написать саундтреки каким-то фильмом, да? Я мечтаю и написать саундтреки, я мечтаю написать мюзикл и снять фильм. Вот. Это моя вообще сейчас основная мечта. Вот. А какому фильму ты был? Какому типу, какому жанру ты хотела? Я бы очень хотела написать какую-то сказку, то есть фэнтези. Вообще, ты заметил, что очень давно уже, лет 10 не снимают у нас, по крайней мере, в Украине, красивых, хотя бы новогодних вот таких вот фэнтези, как это было когда-то. Вечера на хуторе Блездиканьки, Золушка. Ну, да, да, да. Это было так классно. Это, кстати, снималось когда-то, да? Да, завораживающая просто сама атмосфера. Просто обычные концерты новогодние, ну, как бы, ну, спасибо, вышли артисты, спели, метафан полетел, все это... Рейтинги есть, все нормально, хорошо, спасибо, до свидания. Да, и я очень мечтаю вот написать такую сказку. Конечно, сняться в главной роли, ну, что ж. Решила подумать, как бы, например, песни Алены Винницкой, такие интересные, содержательные, могли бы подходить, как саундтреки к некоторым известным фильмам. Ну, вот такие наши фэнтези, наши фантазии для Алены Винницкой. Давай забудем все, не будем вспоминать, что тебе я не напомню о себе. Надеюсь, счастливы, а что же до меня? Чистые я не спущу. Видишь, как тут ходит, да? Идем дальше. Класс. И в памяти моей запомнился пробел, все то, что говорил, ты ерунда. Или, например, дальше. Я не спущусь по дороге и замуталась в туман. Смотри, как подходят слова. Я доткнулась свежим ветром, испоткнулась тут и так. Протеряла ориентир, снилась, толка не пойму. Это правда или может, я во сне или в ряду. На свет будут лежать я в туман. Мои ежи-мамы. Мои ежи-мамы. Мои ежи-мамы. Мои ежи-мамы. Все же старец ответа. Хорошо подходит. Видишь, я живу. О, боже. Сердце мое бьется. Браво. Нет, ну это браво. Смотри, как красиво подходит, да? И глаза мои видят превосходно А душа свободна В облаках пари Я здесь, я рядом На береге, на слева Я здесь, я рядом пари Я здесь, я рядом пари Даже к мультикам подходит, понимаете? Я здесь, я рядом пари Очень талантливый, светлый человек Спасибо. Очень такая, в хорошем смысле самоуверенная Оставайся такой Оставайся такой, которая вот так вот в один момент, в одночасье может быть и милой, и хорошей, и стервой Ну, такие мы все женщины Пока ты не стала стервой, я попрощаюсь с тобой Да, пока С нами сегодня Быстрее, потому что До превращения в стерву До превращения, вот-вот С нами сегодня провожала день Алена Винницкая Программа 15 минут до завтра Мы увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова